Меньше трех недель прошло с момента последнего матча команды «Металлург» в рамках чемпионата России по мотоболу 2022 года. Тогда видновские спортсмены играли на домашнем поле, а сегодня приехали в город Ковров, чтобы встретиться с местным ковровцем. Старт встречи дал игрок видновского «Металлурга» Антон Гусев. На первых же минутах закатил ворота соперника мяч. Второй буквально сразу туда же отправил Иван Крештопа. Но такое начало не означало легкой победы. Местный ковровец прогрессирует на глазах. Изначально настраивался на сложную игру, потому что в этом сезоне у нас довольно много сложных игр. И опять же, помятуя о том, как команда Ковров играла в «Видном», мы там проигрывали в течение двух периодов с отсчетом 1-0. Ребята молодые, видно, что прогрессируют, пытаются играть в пас комбинационно. Обрастут, думаю, мясом. Если не разбегутся, то будет через пару лет, наверное, очень грозный соперник. Тем не менее, первые два периода «Металлург» не давал хозяевам поля никаких шансов. Спортсмены держали счет и уверенно шли к победе. И снова Иван Крештопа показал красивую игру, отправив в ворота ковровца третий мяч. Поле единственное у них специфическое, но мы адаптировались к нему и сделали результат, который подобает нам. Завершающую часть встречи от «Металлурга» в основном играла молодежь. Ведь, как известно, принцип работы видновчан – не дожидаясь смены поколений, растить новых звезд мотобола. Так, в последнем периоде в ворота ковровца мячи закатили Артем Ковтун и Тимофей Гусарев. Мне дал пас Антон Гусев, и с паса я забил шикарного. Увидел Антон, и я смог забить, не подвел команду. Под конец ковровцу все же улыбнулась удача. В то время, когда на ворота встал молодой вратарь «Металлурга» Данила Усов, местные спортсмены закатили видновчанам первый гол. Впереди у «Металлурга» последняя игра основной части чемпионата России по мотоболу 2022 года. Она состоится в городе Ипатова Ставропольского края. Там видновчане встретятся с местным колосом, основным своим соперником. Дальше начнутся самые ответственные матчи плей-оффа. Цели не было. Много нам забить, выиграть. Цель была всех обкатать перед игрой, сделать выводы правильные. Все подытожить и уже поехать 30-го в полном таком боевом, готовном всей команде организованной, чтобы мы там показали хороший результат. Такого напряженного матча никто не ожидал. Кажется, сама команда «Ковровец» в шоке, но на табло счет сам говорит за себя. На 10-й последней секунде игры местным ребятам удалось забить ворота «Металлурга» второй гол. Финал 5-2, но в пользу видновчан. Специально из Коврова для Видное ТВ. Юлия Погосян, Сергей Ларин.